Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2569. Какие надежды вы связываете с приходом к власти нового руководства Палестины? Отвечает Патриарх Алексей II. Искренне надеюсь, что новое руководство Палестинской национальной администрации приступит к исполнению своих обязанностей в ситуации гражданского мира и стабильности. На мой взгляд, главная задача, стоящая перед новыми лидерами арабского народа Палестины, заключается в развитии мирного процесса на Ближнем Востоке. В свое время Ясер Арафат был одним из инициаторов начала Ближневосточного урегулирования. Новые же руководители должны стать достойными продолжателями этого процесса. Пусть благо народа, а не сиюминутная политическая выгода станет целью и смыслом их пребывания в власти. Одним из несомненных условий установления мира на святой земле должно стать обеспечение неприкосновенности святынь всех религий и свободного доступа верующих к ним. Ведь межрелигиозный мир есть незаменимый компонент межэтнического и гражданского мира во всем регионе. Не сомневаюсь, что традиции доброго сотрудничества Русской Православной Церкви с Палестинской Национальной Администрацией сохранятся и расширятся. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Сдается, что иногда патриарх забывает, кто он и в ответах показывает свое истинное лицо. Такой ответ вполне хорош для министра иностранных дел. Патриарх же должен отвечать со стороны Священного Писания. И он должен был бы сказать, что мира нет и ждать не приходится, потому что это уже запрограммировано. Измальтяне, арабы, они же не сами по себе живут. Но им тоже назначено свыше. Книга Бытия, 16 глава, 12 стих. Он, Измаил, будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. Батия, 27 глава, 40, 41 стих. И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь Иго его свои твоей. И возненавидел Исаф и Якова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исаф в сердце своем. Приближаются дни плача по отце моем. И я убью Якова, брата моего. Конец цитаты. Так что ни Арафат, ни Ридигер тут ничего не значат. Наша задача в том, чтобы им благовестить о Христе. И тогда будет мир. Тогда все поселятся в доме Божьем. Батия, 9 глава, 27 стих. Да распространит Бог Иофета. И да, вселится он в шатрах Симовых. Ханан же будет рабом ему. Да, вселится он в шатрах. Продолжение следует... Поехали. .... .... .... .... .... .... Продолжение следует...